МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Меня зовут Евгений Голосюк. Вы на канале Вселенная Бьютифул Ворд. Это проект География России. И сегодня мы поговорим о терриконах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как их только не называют. Визитная карточка Донецка, степные исполины, рукотворные горы. О них даже песни и стихотворения пишут. Им присваивают имена. Мальчишки, которые живут вблизи терриконов, как настоящие альпинисты, покоряют эти горы. Для коренных жителей Донецкой и Ростовской области они обычное и очень привычное явление за окном. А вот для иностранцев терриконы – настоящий диковинг. Все мое детство прошло в Южном Казахстане. И выходя на балконы, я каждый раз наблюдал вот такую картину. Высокие горы Тиньшаня, снежные шапки. О Ростовской области я тогда мало чего знал. Знал, что здесь протекает река Дон. Это степной край. Но приехав сюда, первый раз я попал в Ростовскую область, наверное, в 97-м году. Я был очень удивлен тому, что в полях, назовем их так, да, стоят такие конические горы, похожие на вулканы. На территории Ростовской области добыча угля подземным способом началась в конце 18-го века на Грушевском месторождении. А в 1844 году работало около 80 США с годовым объемом добычи 15 тысяч тонн. Истинный расцвет угледобычи в Восточном Донбассе пришлись на 30-е и послевоенные годы 20-го века. Добычу ввели два крупных производственных объединения – Ростовуголь и Гуковоуголь. Огромная масса пустой породы, которая была извлечена из шахт и была складирована в одном месте, называется терриконом. Это красивое слово в переводе с французского дословно означает «конический отвал породы». Первоначально это слово так и произносили – терриконик. Но позже окончание, принятое за ласкательный суффикс, отпало. Террикон, возможно, слово «красивое», но обозначает оно понятие «совершенно далекое от красоты». Хотя в старые советские времена терриконы считались символом мощи угольного производства. Так же, как и густой дым из труб заводов считался символом могущества социалистической индустрии. Мы сейчас постараемся подняться на один из таких терриконов. Думаю, путь будет нелегкий, но посмотрим, что открывается сверху. Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы и поднялись на самый верх. Здесь безжизненно все, пусто. В общем, снимать фильмы про апокалипсис, я думаю, это самое то место. Терриконы высятся во всех угледобывающих районах нашей планеты. На Донбассе, на севере Франции, в Рурском промышленном регионе Германии. И они совсем не красят эти места. Террикон правильнее всего будет сравнить, скорее всего, с отхожим местом. Только оно намного хуже, грязнее, опаснее любой выгребной ямы. Терриконы получаются тогда, когда пустую породу, оставшуюся после обогащения угля, отсыпают на специально выделенные для этого участки. В результате многолетнего складирования горы пород поднимаются на высоту около 100 метров. Террикон Ганиль в Рурском промышленном районе Германии достигает высоты 159 метров. Огромные рукотворные горы занимают площади, исчисляемые сотнями тысяч квадратных метров. Сотни тысяч квадратных метров по стоящей площади. Я сейчас нахожусь в хуторе Михайлов Татцинского района. И когда-то это был шахтерский поселок. Здесь была большая шахта. Уголь в Михайлове стали добывать еще в конце 19 века. На территории хутора во многих местах пласты выходили на поверхность. Уголь в основном добывали для собственных нужд. А излишки продавали жителям соседних хуторов. Но на шахте случился пожар. И самая первая шахта сгорела. В 1900 году под руководством инженера Аркадия Костенко была открыта новая шахта. В советское время здесь была шахта Татцинская, которая тоже закрылась. В хуторе сложилась опасная ситуация. Земля стала проседать. И многие дома были признаны аварийными. Субтитры создавал DimaTorzok Своего максимума добыча угля в Восточном Донбассе достигла в середине 80-х годов прошлого века. Добывалось около 30 миллионов тонн в год горной массы. К концу 80-х количество действующих шахт составляло около 60 единиц. На сегодняшний день добыча угля не превышает 5 миллионов тонн ежегодно. Из действующих шахт осталось 10. И в процессе строительства 5 шахт. Такое резкое падение объемов добычи угля привело к стремительному обнищанию некогда богатых шахтерских городков и поселков. Субтитры создавал DimaTorzok Но терриконы еще могут и гореть. Почему, спросите вы? А все потому, что в буглинных породах всегда присутствует минерал перит. Соединение серы и железа. На перитовые пыли, открытые для воздуха, поселяются колонии бактерий, которые в результате своей жизнедеятельности превращают перит в чистую серу, окислы из железа, серную кислоту и выделяют при этом много тепла. Эти бактерии называются серными или теоновыми. Жизнедеятельность теоновых бактерий повышает температуру на поверхности отвала до 260 градусов по Цельсию. При этой температуре сера испаряется и реагирует с кислородом, содержащимся в воздухе, вследствие чего воспламеняется. Следом за этим загорается и угольная пыль, которой в отвале огромное количество. Загорается и уголь, который находится внутри террикона. При горении температура внутри террикона достигает 1200 градусов по Цельсию. Свалка превращается в вулкан. Террикон начинает дымиться, а внутри него начинаются самые разнообразные химические реакции, которые практически невозможно регулировать. Падающая сверху влага не только не гасит загоревшийся террикон, но и добавляет еще больше жару. Скопившаяся внутри концентрированная серная кислота, когда в нее попадает вода, нагревается. Испаряется, и этот жуткий пар прорывается наружу. Происходит как бы извержение вулкана. Иногда терриконы взрываются. И это настоящая катастрофа. Доброчесными намерами ціле село на Луганщині вкрило небезпечным попелом. Півтори тисячі людей уже третий месяц задихаются, бо поруч гасять террикон. Мы выходим и смотрим, куда идет дым, как открывать окна, стирать ли белье, вообще выходить ли, потому что сыпется пыль, вот эта красная все, все деревья, все абсолютно, все в этой гаре. Основным загрязняющим веществом при горении породних отвалов являются серний стенгидрит, двокись азота и сероводород. Если прекратить работы, то просто отвал будет гореть и десятилетиями люди будут дышать продуктами горения. А в сухое время года терриконы пылят. И эту пыль несет на близлежащие дома. Но в ней содержатся страшные элементы, такие как никель, олова, свинец, цинк. Это очень пагубно влияет на здоровье. Вредность и опасность терриконов приводят к необходимости их рекультивации. Это серьезная проблема. Ее можно решить одним из четырех путей. Во-первых, засыпать породу от вала обратно в шахты. Это экологичный, но трудоемкий способ. Его цена будет выше стоимости добычи угля. Во-вторых, терриконы озеленяют. Поверхность террикона засаживают неприхотливыми породами деревьев. Которые могут расти и на камнях. Например, акации. Затем засаженные рукотворные горы превращают в парки или аттракционы. Третий способ. Вывоз террикона на другое свободное место. Но этот способ не работает практически нигде. В промышленных развитых странах на счету каждый квадратный километр. Четвертый способ. Это продажа материалов, составляющих террикон в качестве ценного сырья. Или хотя бы в качестве балласта при постройке автомобильных дорог. Друзья, я надеюсь вам понравился наш выпуск про террикона. Лайки и комментарии приветствуются. Подписываемся, кто только присоединился к нашему каналу. А я говорю вам, до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова